Первое материнство – это не просто новый этап в жизни, а буквально переход на новый уровень во всем, от образа мыслей до стиля одежды. В основном это радостные перемены, но заодно придется отказаться от некоторых привычных вещей, заменив их новыми с учетом появившихся требований. В частности, в период кормления малыша грудью, вы не сможете носить свое прежнее нижнее белье. Расставаться с кружевными изящными лифчиками может быть очень досадно, но для кормящих женщин они не подходят. Во-первых, они будут безнадежно испорчены, так что просто жалко так бесцельно расходовать дорогое белье. А во-вторых, с новым размером груди вы в них просто не влезете. Энтон Пепеп. К счастью, эти метаморфозы временны, и вскоре все, в том числе привычные размеры белья и одежды, вернется на круги своя. Я пока привыкайте к новому образу жизни и распорядку дня. Позаботиться о новом гардеробе лучше заранее, потому что после родов у вас категорически не останется свободного времени на шоппинг. Но выбрать бюстгальтер для кормления не поздно и тогда, когда пришло время его носить и использовать. Как это сделать, мы сейчас расскажем. Разновидности бюстгальтеров для кормящих мам современным женщинам живется не в пример проще, чем их матерям и бабушкам. Такого количества приспособлений, облегчающих месяцы беременности и ухода за младенцем, как сегодня, они не видели и во сне. Грех не воспользоваться всем разнообразием моделей белья для кормления, выбрав одно или несколько на свой вкус. Бюстгальтер ТОП. Самая простая и недорогая форма, представляющая собой нечто наподобие короткой майки из натурального эластичного материала. В идеале ТОП для беременной или кормящей женщины должен быть бесшовным или иметь строчку в тех местах, где она не травмирует кожу. Такая модель больше подходит для ношения под одеждой, чем для использования во время кормления ребенка. Она не предусматривает деталей, облегчающих этот процесс, и больше похожа на качественный и надежный поддерживающий лифчик. Для того, чтобы обнажить грудь, его придется каждый раз оттягивать вниз или в сторону. Бюстгальтер с застежкой впереди. Белье такого типа носят и не кормящие грудью женщины, которым не нравится застегивать лифчик за спиной, но для молодых мам такая застежка становится необходимостью. Ее расположение значительно облегчает процесс застегивания и расстегивания бюстгальтера, но имеет свои недостатки. В основном они связаны с необходимостью задействовать обе руки, тогда как для кормящей женщины с ребенком у груди это может оказаться непозволительной роскошью. Бюстгальтер с молниями. По одному зипперу расположено под каждой чашечкой. Они легко раскрываются и закрываются даже одной рукой, но при неосторожном движении могут защемить кожу и выступают под обтягивающей одеждой. Бюстгальтер с креплениями над чашечками. Это могут быть кнопки, крючки или даже пуговицы. Последний вариант нежелателен в силу трудоемкости расстегивания. Главное, что они располагаются на бретельках сразу над чашками и, расстегиваясь, позволяют им опускать вниз, освобождая грудь. Самая удобная конструкция при условии, что отверстие, обнажающее грудь, не передавливает ее и не мешает притоку молока. Ночной бюстгальтер. Легкий и без застежек, этот тип белья сконструирован по принципу перекрещивающихся между собой полосок ткани, легко отодвигающихся от груди. Он удобен тем, что не имеет жесткой основы, твердых и выпуклых элементов, но по той же причине неудобен для дневного вертикального ношения. На что обратить внимание при покупке бюстгальтера для кормления, как видите, каждый тип белья для кормящих мам разработан с учетом разных способов и времени кормления. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Поэтому оптимально было бы иметь хотя бы по одному бюстгальтеру каждого вида и использовать их по мере надобности. Собираясь в магазин, учитывайте такие нюансы. Не спешите с покупкой бюстгальтера для кормления, особенно на ранних стадиях беременности. Заранее угадать, насколько увеличится грудь невозможно. Полный размер молочной груди станет понятен только в последний месяц перед родами, вот тогда и приобретайте специальное белье. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Если все-таки поторопились или по другой причине ошиблись с размером в меньшую сторону, не вздумайте пользоваться неподходящим бюстгальтером. Такая экономия в итоге обойдется намного дороже, если приведет к передавливанию млечного притока и проблемам с лактацией. Лучше меньше, да лучше. Это крылатое выражение в полной мере отражает принцип выбора бюстгальтера для кормления. Вместо нескольких лифчиков сомнительного качества купите один, но надежный. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Возьмите такое дорогое белье, какое только сможете себе позволить. Его качество сторицы окупятся комфортом для вас и вашего малыша. Натуральные ткани, особенно хлопок, предпочтительнее синтетики или смешанных материалов. Они позволяют коже дышать, предохраняют от перегрева и скопления влаги, сохраняя соски сухими и охлажденными. Широкие лямки обеспечивают надежную поддержку тяжелой груди и не передавливают плечи. На них ложится основная нагрузка, поэтому их форма важна не меньше, чем застежки. Кстати, застежки тоже не должны ощущаться, надавливать или натирать кожу. Хансфри, или хотя бы одна рука должна оставаться свободной, когда второй вы отстегиваете крепление чашечки. Она понадобится вам, чтобы держать голодного младенца, поэтому удостоверьтесь заранее, что одной руки достаточно, чтобы не глядя расстегнуть застежку. Потренируйтесь дома или прямо в магазине, чтобы избежать неудачной покупки. Откажитесь от косточек. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Да, это действительно удобный каркас, хорошо поддерживающий отяжелевшую грудь снизу и с боков. Но в то же время косточки могут сдавливать молочные каналы, затрудняя движение молока. К чему это может привести, вам в красках расскажут и акушерка, и хирург, и педиатр. Дополнительный объем чашечки может быть создан за счет нескольких запасных крючков. Они используются в том случае, если грудь немного увеличивается или уменьшается в размерах. Озвучено Яндекс Спичкит. Не все молодые мамы знают о существовании таких регулирующихся моделей, поэтому будьте в курсе и спросите сами, если продавец-консультант забудет предложить. Крючки на спине у качественного бюстгальтера для кормления расположены в несколько рядов. С их помощью вы сможете скорректировать охват бельем грудной клетки, объем которой тоже немного меняется вместе с набуханием груди. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. При покупке крючки должны застегиваться на второй или еще более тугой ряд, чтобы впоследствии у вас было пространство для расширения размера бюстгальтера под грудью. Опытные мамы, уже прошедшие все этапы выбора использования бюстгальтеров для кормления, признаются, что достаточно иметь хотя бы три экземпляра такого белья. Один вы надеваете, второй отправляется в стирку, а третий запасной, на всякий случай, лежит в комоде. Если у вас больше специальных бюстгальтеров, то стирать их вы сможете реже, сразу по несколько штук. Кстати, о стирке бюстгальтера для кормления, это важный этап ухода и за бельем, и за грудью. Стирать его лучше всего руками или на самом деликатном режиме стиральной машины, чтобы не повредить сложную конструкцию застежки. Используйте детское мыло или специальные бесфосфатные моющие средства, предназначенные для стирки детской одежды. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ткань бюстгальтера постоянно контактирует с сосками, и на ней не должно оставаться ни малейшего количества стирального порошка. Как видите, выбрать правильный бюстгальтер для кормления не так уж просто. Видимо, именно поэтому некоторые женщины вообще отказываются от его покупки и обходятся в период лактации обычным бельем или майками большого размера. С одной стороны, правы те, размер чьей груди мало увеличился при появлении молока. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Женщины с небольшой от природы грудью тоже ссылаются на отсутствие острой необходимости в специальном бюстгальтере. Кроме того, бытует мнение, что обвисание груди после кормления зависит не столько от одежды, сколько от генетической предрасположенности. С другой стороны, специализированные лифчики придумали не дилетанты, и все акушеры настоятельно советуют пользоваться ими. Обладательницам большой груди заметно налитой молоком, они просто необходимы, чтобы избежать тяжести и дискомфорта. Кроме всего прочего, приобретение бюстгальтера для кормления – это вопрос гигиены, а значит здоровья вашего и вашего малыша. Другими словами, вы сами вольны решать, насколько вам нужен специальный бюстгальтер для кормления, если да, то какой именно. Главное, чтобы белье было комфортного размера, хорошо поддерживало грудь и не мешало процессу кормления. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.